всем привет меня зовут евгений сегодня у нас будет видос опять контрольный замер аж четвертых лампочек я приобрел еще одну фару это фара хэлла с какого-то фарда из грузовика я так понял и будет еще одна фара tucson она задерживается это будет аж понедельник поэтому сегодня я контрольно промерю на этой фаре в принципе я думаю сделаем какие-то выводы лампы будут это сигма мини инфолайт с 1 м 2 с и f3 это то что у меня есть в наличии за тестируем в этой фаре в принципе на все эти лампы есть уже обзоры в фаре пола седан ссылки там я не знаю где-то может под видео оставлю вот сейчас посмотрим как светит галоген в этой фаре то есть вот так фара выглядит фара вот хэлла такая немножко видавшая жизнь очень удобное крепление лампочки кольцом поворотным железное кольцо просто прижимает и поворачивает очень удобно то есть вот это будет наверно моя любимая теперь фара для тестов она даже ярче свете чем пола седан не знаю правда лампа здесь philips это не острым но я думаю это небо нет большой разницы выдает она около двух тысяч люксов я теперь буду выключать свет ну давайте вот смотрите большой разницы нету то есть с включенным настольным светом или без это так чтобы вот 2000 люксов она выдает максимум здесь в принципе с включенным светом настольным вот сейчас включенный настольный свет это для чего я сейчас делаю чтобы в будущем не было вопроса типа там вот работала настольная лампа либо не работала окно я тут зашторил забаррикадировал сейчас день на улице в общем 2000 люксов вот она выдает без разницы включенная настольная лампа или не включена то есть вот засветки засветки у нас около 50 люксов вот здесь ближе уже там 70 вот на красной меточки вот здесь у нас сразу крест на красной меточки у нас сразу здесь там 30 люксов ну а верхняя здесь вообще 15 люксов все с этой фары мы разобрались именно галоген теперь в дальнейшем я буду использовать эти значения как бы там в табличку добавлять и все такое так теперь вставляю лампочку инфолайт с1 наш 4 обзор уже есть на нее и посмотрим что она выдает забыл еще дальний свет показать здесь как бы ближний у меня не отключается потому что это самопальная проводка то есть но смысл понятен то есть в принципе широкое пятно дальнего света появляется это для того чтобы сравнить потом как будут светить светодиодные лампочки свет выглядит вот так на первый взгляд все неплохо но засветочки довольно таки значительные сейчас померяем ближний свет сколько он выдает максимальное значение которое получилось это 4880 люксов засветки довольно таки значительное это 256 люксов при этом люксметр держал выше чем у других ламп дальний свет достаточно яркий пучок довольно плотный и широкий максимальное значение освещенности получил на данных лампах 6880 люксов следующие лампы которые я протестировал в данных фарах это были лампы f3 с алиэкспресс в цоколе h4 также как и на лампах инфолайт с1 светотеневая граница в сравнении с фарами пола на фарах эла улучшилась при этом максимальную освещенность которую удалось получить после двухминутного прогрева составила 4850 люксов пропорционально мощности 45 ватт засветки тоже достаточно сильные но при этом они меньше чем на инфолайт дальний свет также ничем особо не отличается от инфолайта широкий яркий пучок максимальную освещенность которую удалось получить 6180 люксов следующие лампы в нашем тесте sigma mini в цоколе h4 мощность 35 ватт лампы имеют хорошую светотеневую границу также они себя хорошо проявили и в фарах спот пола но максимальная освещенность значительно ниже чем на лампах f3 и инфолайт составила 3400 люксов засвета на данных лампах составляют 71 люкс это значительно ниже чем на лампах f3 и инфолайт вот так выглядит дальний свет по виду он особо ничем не отличается от ламп инфолайт и f3 но освещенность скорее всего ниже освещенность дальнего света даже ниже чем ближнего 3090 люксов вот так выглядит дальний свет на данных лампах при уменьшенном значении экспозиции следующие лампы которые я затестировал это лампы m2s мощностью 32 ватта данные лампы имеют хорошую светотеневую границу но засветочки чуть чуть больше чем на лампах sigma mini максимальная освещенность после двухминутного прогрева составила 3850 люксов с увеличением освещенности ближнего света пропорционально увеличились и засветы они составили 98 целых четыре десятых люкса дальний свет кардинально ничем не отличается от других ламп но отличается повышенной достаточно освещенностью при мощности всего лишь 32 ватта 4840 люксов ну и наконец решил затестировать самые мощные лампочки сегодня в обзоре торсен про 65 ватт мощностью ближний свет выглядит вот так это максимальная качественная установка которую мне удалось добиться лампы светит очень ярко и после двухминутного прогрева максимальная освещенность составила 8000 180 люксов засветы при этом составили 636 люксов дальний свет похож на все остальные лампы ничем он особо не отличается кроме максимальной освещенности она на секундочку составляет 8350 люксов то есть некоторые линзы так даже не светит а это светит лампа так как у нас апрель решил затестировать вот такие вот треугольные лампочки с алиэкспресс посмотрим насколько они хорошо будут светить в хорошей фаре хелла вот так вот выглядит ближний свет он ничем практически не отличается от дальнего света добавить нечего с такими лампами ездить ни в коем случае нельзя максимальная освещенность после прогрева составила 1790 люксов что хуже чем на галогене решил затестировать еще одну тусклую лампочку с алиэкспресса ради эксперимента так как конструкция у нее более классическая с расположением диодов по бокам то есть это теневая граница получилась неплохая но максимальная освещенность после прогрева составила еще меньше чем на треугольных лампах 1660 люксов засветы тоже довольно таки минимальные и составили 78 люксов решил промерить еще дальний свет на данных лампах а вдруг увеличится освещенность действительно освещенность немножко увеличилась составила 1940 люксов но все равно это меньше чем 2000 у галогена вот такое получилось видео если оно вам понравилось ставим палец вверх и подписываемся на мой канал до новых встреч всем пока а а